Итак, об эволюции уже Анастасия Александровна говорила. Я только обращу ваше внимание, что два последних десятилетия новых цитотоксических агентов не было вообще в эволюции нехочкинских лимфом. Мы живем в эру иммунотерапию и в эру таргетной терапии, и это абсолютно обосновано. И чтобы обосновать эту ситуацию, я хочу чуть-чуть погрузить вас в фундаментальные основы, собственно, зачем воздействовать на микроокружение. И роль этого микроокружения, ее проще всего объяснить как раз-таки на примере фолликулярной лимфомы. Опухолевая клетка еще в костном мозге, она за счет мутации, первичной мутации, начинается гиперэкспрессия белка БСЛ2. Выйдя на периферию, возникают вторичные мутации. Опухолевые клетки размножаются и начинают взаимодействовать, выделяются прото-онкогены и начинают взаимодействовать с микроокружением. Что в это микроокружение входит? Это клетки стромы, это Т-клетки, это НК-клетки. И вот это взаимодействие, оно представляет из себя дизрегуляцию иммунную. То есть опухолевая клетка, она индуцирует леганды, которые, по большому счету, блокируют Т-клетки и НК-клетки. И мало того, что они перестают работать, они выстраивают щит перед опухолью. Кроме того, доказанным фактом является то, что при фолликулярной лимфоме и при других индолентных лимфомах мы имеем дело с поврежденными иммунными синапсами, мы имеем дело с повреждением F-активина, на котором я остановлюсь. Итак, иммуномодуляторы. В 2010 году японский исследователь, профессор Ито, он изучал побочные действия талидомида. Вы помните, что это был препарат, который использовался первоначально у беременных женщин и рождались детки с врожденными уродствами. Это была абсолютно трагическая история. Но вот профессор Ито, он стал разбираться в этом побочном эффекте, оказалось, он нашел мишень вот этого иммуномодулятора. Мишенью оказался цереблон. Что такое цереблон? Это белок, который вкупе с другими белками, он через Е3-убиквитин-легазу, он приводит к убиквитированию неких таргетных белков. А вот в 2014 году были выявлены эти таргетные белки для талидомида, полидомида, линолидомида, и ими оказались айкарос и айолос. Что происходит? У каждого иммуномодулятора есть абсолютно одинаковое кольцо, которое встраивается в этот трептофановый карман этого самого цереблона. И дальше вот это взаимодействие влияет на различные белки. Зависит это все от того, какой у нас наружный комплекс. У каждого иммуномодулятора кольцо одинаковое, а наружный комплекс разный. Соответственно, образуется такой комплекс и начинает выбирать, на какой белок действовать. Будь то или на линолидомид, полидомид или новые иммуномодуляторы. Они все действуют одинаково, взаимодействуют, связываются с цереблоном, а дальше уже влияют на разные субстраты. И в зависимости от того, на какую клетку они воздействуют, мы применяем эти препараты. Какие-то при множественной имилуме, какие-то при лимфомах. Какие-то из них нарушают пролиферацию, какие-то из них вызывают активацию иммунной системы. Мы знаем, что линолидомид при нехочкинских лимфомах используется, как правило, с ретоксимабом. Чуть-чуть вспомним ретоксимаб. Как он работает? Он через антитело зависимует. Таксичность происходит взаимодействие опухолевой клетки и иммунной клетки. Что делает линолидомид? Он взаимодействует с цереблоном. Если это цереблон опухолевой клетки, то это вызывает нарушение пролиферации и приводит к апоптозу опухолевой клетки. Если он взаимодействует с цереблоном иммунной клетки, то все наоборот, иммунная клетка активируется и начинает работать. То есть, иными словами, линолидомид, он помимо того, что он убивает опухолевую клетку, он еще подтягивает иммунные клетки микроокружения, они начинают работать. Все это на экспериментальном путем было продемонстрировано в исследовании релеванса. Это известное очень исследование первой линии. Фолликулярные лимфомы, где сравнивался ретуксимаб, линолидомид и режим РЧОП. Что делали? Брали клеточные культуры пациентов с фолликулярной лимфомой и здоровых доноров и культивировали с линолидомидом. Вот видите, белые столбики – это здоровые доноры, синие столбики – это фолликулярная лимфома. И что было показано? Было обнаружено повышение маркеров активации иммунных клеток, причем одинаково и у здоровых доноров, и у пациентов с фолликулярной лимфомой. Кроме того, повысилась концентрация цитокинов – это интерлекин-2, интерферон, фактор некроза опухоли и другой. И вот в этом эксперименте было показано четкое различие между химиотерапией и между вот этим режимом без химиотерапии ритоксимаб плюс линолидомид. Посмотрите, концентрация CD4 клеток и концентрация НК клеток при использовании РЧОП, это первые столбики, они снижаются, то есть иммунные клетки, количество иммунных клеток снижается в культуре. А при использовании ритоксимаб и линолидомид, наоборот, повышается. Иными словами, химиотерапия приводит к иммуносупрессии, а этот режим приводит к иммуномодуляции. И самое главное, о чем я говорила в самом начале, нарушение иммунных синапсов. Видите, внизу картинки. Красным цветом вокруг клеток – это как раз-таки эфактин, который является стромой, который является субстратом иммунных синапсов, о которых говорил Камил Даниилов сегодня очень много. Я не буду долго говорить, я только отмечу вот эти картинки. Обратите внимание, это культура клеток, которая культивировалась на ДМСО, на ритоксимабе, на линолидомиде и линолидомид плюс ритоксимаб. Посмотрите, последняя комбинация. Мы видим красный эфактин, активированный иммунный синапс между НК-клеткой и опухолевой клеткой. Поставили мембрану между культурой клеток, между культурой опухолевой и иммунными клетками. И через эту мембрану начали подтягиваться CD8-позитивные клетки, это верхние картинки, и CD163-позитивные клетки на нижней картинке. Еще один очень важный факт. Когда культуру клеток обрабатывали бендомустином или линолидомидом в течение 14 дней, а потом 7 дней отмывали, оказалось, что там, где был бендомустин, нейтрофилов не было. Там, где был линолидомид, через 7 дней нейтрофилы восстановились. Почему это происходит? Потому что химиотерапия блокирует на уровне колонии, образующей единицы. Происходит блок дифференцировки нейтрофила. А линолидомид блокирует на уровне метамиилоцита. И за эти 7 дней происходит полное восстановление гемопоэза. Соответственно, основное отличие от химиотерапии – это то, что при использовании таргетных агентов ретоксимаболинолидомида происходит иммуностимулирующее действие. И очень коротко пробегусь, собственно, о клинических аспектах, где мы нашли применение этим схемам. Первое – это, конечно, фолликулярная линфома. Первое исследование было Альянс. Планировалась еще рука с ретоксимабом, но в итоге включались пациенты только в группу линолидомида и ретоксимаба, а полных ремиссий в 2 раза больше. Медиана выживаемости без прогрессирования при использовании комбинации в 2 раза больше. Двухлетняя выживаемость без прогрессирования в 2 раза больше. Основное исследование, которое привело к регистрации показаний линолидомида и ретоксимаба при рецидивах фолликулярной и лимфомо-маргинальной зоны – это исследование Аугмента. О нем все знают. Оно плацебо-контролируемое. 358 пациентов было включено. В одной группе 178, в другой – 180. Что вы увидели? Общий ответ увеличился с 53 до 78%, а полных ремиссий с 18 до 34%. И мы видим клинически значимое, статистическое значимое увеличение медианы выживаемости без прогрессирования. При этом токсичность была весьма умеренной. Исследование очень интересное, которое сейчас идет. Стало понятно, что ретоксимаб плюс линолидомид комбинация работает круто, классно. И в итоге в исследовании Магнифай всем пациентам сначала проводят индукцию в течение 12 месяцев ретоксимаб плюс линолидомид. И только потом эти пациенты рандомизируются, они расходятся. Одни получают поддерживающую терапию стандартно ретоксимабом, как мы привыкли. Другие получают поддерживающую терапию ретоксимаб плюс линолидомид. Пока есть только промежуточные результаты. Пока мы знаем только о том, что происходит на индукции. И единственное, о чем я могу сказать, что у ретоксимаб рефрактерных пациентов и у пациентов с двойной рефрактерностью режим ретоксимаб плюс линолидомид, он работает. И медиана выживаемости без прогрессирования в общем составляет 40 месяцев. Другая схема, которая мне кажется весьма и весьма перспективной, особенно для пациентов рефрактерных, это абинутузумаб плюс линолидомид. Эта комбинация не зарегистрирована. Но обратите внимание, в 2020 году представлены данные исследования первой и второй фазы 66 пациентов. И посмотрите, вот я в красный прямоугольник выделила. У пациентов ретоксимаб рефрактерных 100% общий ответ и 63% полных ремиссий. У пациентов больше трех линий, которые получали 97% и 68% соответственно. А мантино-клеточная лимфома, не могу я говорить ни в коем случае о том, что эту схему можно и нужно использовать в первой линии. Но тем не менее такая работа была. Это 38 пациентов и трехлетняя выживаемость, результаты в общем неплохие, составила 80%. А вот другая схема, она вызывает определенный интерес. В первой линии терапии мантино-клеточной лимфомы к линолидомиду плюс ретоксимаб добавили еще винитоклакс. Мало пациентов, всего 30, это пока первая фаза. При этом чистота общего ответа составила 96% и полных ремиссий 89% первой линии мантино-клеточной лимфомы. Для рецидивов рефрактерных вариантов использовался линолидомид в монорежиме. Результаты, скажем так, лучше, чем химиотерапия по выбору, но тем не менее она оставляет желать лучшего. А вот комбинация линолидомид плюс ретоксимаб была представлена в исследовании Магнифая, о котором я уже сказала, но мантино-клеточная лимфома изучалась отдельно. И здесь частота общего ответа уже составила 51%, полных ремиссий 34%. И самое главное, что тем пациентам, у которых ремиссия была достигнута, она была достаточно длительная, 31 месяц длительность ремиссии. Ну агрессивные у них очень ские лимфомы. Мы все помним это исследование, Smart Start. Мы были тогда в Лугана, и все, открыв рот, слушали молодого, очень красивого, внешне приятного молодого человека, который представил это исследование. Он показал, что при диффузной Б-крупноклеточной лимфоме, нон-ЖСБ типа, в первой линии даем два курса без химиотерапии. Ритоксимаб, ленолидомид и брутиниб. А с третьего курса добавляется химиотерапия, либо ЧОП, либо ЕПОЧ. И он показал, что частота общего ответа уже после вот этих двух циклов, то есть еще до начала химиотерапии, составила 100%. А полных ремиссий составилось 73%. Но это тоже, это еще не совсем фантастика, потому что там все-таки химиотерапия была. А вот в этом исследовании, при рецидивах рефракторных вариантов ДБКЛ, всего первая-вторая фаза, но здесь без химиотерапии. Палатузумаб, видотин, плюс ритоксимаб, плюс ленолидомид. Естественно, пациентов мало. Это 49 больных, но при этом частота общего ответа 35%, полных ремиссий 29%. Лечение рецидива ДБКЛ без химиотерапии. Исследование, о котором упомянул уже Камил Даниилович, я не могу не сказать. Это исследование тоже нашумевшее, исследование L-MIND, где использовалось бесспецифическое антитело тафоситамаб с ленолидомидом. Хочу сказать, что результаты достаточно впечатляющие. Частота общего ответа 57% и полных ремиссий 40%. И медиана длительности ответа, посмотрите, 43,9 месяца у пациентов с рецидивами диффузной Б-крупноклеточной лимфомы. Я не могла, говоря о ленолидомиде, не вспомнить лимфому центральной нервной системы. Мы много об этом говорим, исследований много, но я хочу остановиться только на те, которые были представлены в этом году. Первичная лимфома центральной нервной системы. Фаза первая, вторая. Ретуксимаб ленолидомид плюс высокодозный метатриксат с дальнейшей поддерживающей терапией ленолидомидом. Всего 17 пациентов, средний возраст 60 лет. Частота общего ответа 100%. 10 пациентов из 17 достигли полной ремиссии. Медиана выживаемости без прогрессирования больше 13 месяцев. Ну и аналогичная история с интравитриальной лимфомой, которым ленолидомид плюс ретуксимаб, а метатриксат вводился местно и травитриально. И надо сказать, что из 11 пациентов 10 достигли полной ремиссии. Конечно, на ленолидомиде история не заканчивается. Мейлому я не трогала вообще, только неходчкинские лимфомы. Но мы уже имеем еще целый ряд новых иммуномодуляторов, один из которых ибердамид уже известный всем. Но вот в этом году в Луган, на которое мы не попали, были представлены, ну как бы представление было новых исследований, в которых два иммуномодулятора будут использоваться, будут изучаться в качестве инициальной терапии, в качестве терапии рецидивов, в монорежиме, в комбинации с ретуксимабом, в комбинации с химиотерапией, при разных индолентных лимфомах и при агрессивных неходчкинских лимфомах. Таким образом, иммуномодуляторы, они нашли свою четкую нишу в мире биологических агентов при неходчкинских лимфомах. Спасибо за внимание.